Возможен ли военный переворот в России? Что на самом деле происходит в Кремле и в Росармии? Какие перестановки грядут и что же будет с самим Путиным? Не пропустите! В Кремле развязалось противостояние между двумя лагерями. В первом главарь ЧВК Вагнер Пригожин и замначальника Генштаба РФ Цуровикин. Во втором лагере министр обороны РФ Шойгу и начальник Генштаба РФ Герасимов. Якобы на сторону руководителя частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина переходит все большее количество генералов. Среди них и Суровикин. И то, что на сторону Пригожина уже переходят известные генералы этой войны, в том числе и Суровикин, говорит о многом. Мизинцев и Суровикин фактически являются главным ядром военной хунты в Кремле. Именно в этом контексте даже 9 мая могут произойти некоторые процессы, которые могут коренным образом изменить ситуацию в Российской Федерации. Неужели в России запахло жареным и все это может обернуться переворотом? Бывший спичрайтер Путина, политический аналитик Аббас Галлямов, в интервью CNN заявил, что по мере продолжения боевых действий и ухудшения ситуации на фронте, граждане РФ будут искать виновных. По его мнению, военный переворот в России наступит в течение следующего года. Через год, когда политическая ситуация изменится, и во главе страны будет стоять действительно ненавистный, непопулярный президент, и война будет действительно непопулярной, и им, россиянам, нужно будет пролить кровь за это, в этот момент переворот станет реальной возможностью. Масла в огонь подлил и главарь российской ЧВК Вагнер Пригожин. Он заявил, что 10 мая выводит своих наемников из Бахмута в Донецкой области. В своем обращении обратился лично к Шойгу и народу. Мы собирались к 9 мая 23-го года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать, я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23-го года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Официальная версия – нехватка снарядов. Свои позиции в городе вагнеровцы собираются передать подразделениям Министерства обороны России. Нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов. Снарядный голод, которые лежат свободно на складах. Месяц назад нам прекратили выдавать боеприпасы, и мы получаем не более 10%. Но военное командование Украины считает, что у Пригожина заканчиваются не боеприпасы, а бойцы. Поэтому Пригожин вынужден искать эпатажные формы для оправдания своего отступления с передовой. Пригожину просто не хватает вагнеровцев. Их уничтожили и отминусовали силы украинской обороны. И сегодня ему некого бросать в эти штурмовые отряды, кого бросать в эти бои, потому что потери чрезвычайно велики. Но есть еще одна сторона таких заявлений Пригожина. Надо сохранять бдительность, чтобы это не было с другой стороны ловушкой. Так как, конечно, Пригожин может действовать, как и ПСО. Он заявляет такие вещи, чтобы украинские силы сейчас пошли активно в Бахмут. А там могла ждать какая-то ловушка. Я думаю, что это продолжение соответствующей внутриполитической игры. Пригожин пытается устранить руководство российской армии постоянными обвинениями. Но на самом деле он при этом же на Путина лично не нападает. Более того, он постоянно призывает разобраться. Пригожина в этой войне преследует свои личные цели. Ну, конечно, он сейчас пытается проникнуть в политику и пытается капитализировать в политике ту популярность и медийность, которую он приобрел в результате войны. Но я думаю, что потолок на самом деле Пригожина – это руководство некой своей собственной партии, которая, например, будет представлена в Думе, но при этом на самостоятельную роль претендовать не будет. Ну, своего рода некое новое издание ЛДПР. Есть большие сомнения, что его к этому допустят. Ну, что слишком много он на себя берет. И я думаю, что рано или поздно представители элиты ему об этом вспомнили. Но украинский политолог Петр Алищук уверен, что на данный момент говорить о перевороте в РФ не приходится. На самом деле я не верю ни в какие истории о возможном перевороте в Россию. Собственно говоря, для этого возможности теоретически были и раньше, но на практике ничего не происходило. На то есть целый ряд причин. Но, собственно говоря, все окружение Путина – это люди, которые Путины подобраны и во всем от Путина зависят. И самое главное, я думаю, что они беспокоятся в первую очередь о своем собственном будущем, гарантом, которого выступает лично Путин. Путин может рассматриваться как своеобразный гарант, гарант определенной стабильности и незыблемости ситуации в России. И, по крайней мере, сейчас, я думаю, что никто там всерьез вопросы переворота не рассматривает. Но даже если предположить, что Путина надумают сменить, сделают это максимально тихо и без шума. Если бы на самом деле переворот какой-то в России происходил, то его бы попытались обставить максимально незаметным для всех окружающих. То есть, скорее всего, даже бы не объявляли о каком-то отстранении Путина. Возможно, использовали бы кого-то из его гипотетических двойников. Но каким-то образом постарались бы все это максимально скрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok